Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слушаете Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности Божество за Египет проходить Сидмэйр с Цивилизейшн 6 и клянчить деньги. Потому что Россия напала на Украину, убивает мирных жителей украинцев, убивает своих солдат на территории Украины. И хоть вы мне и пишите об этом не говорить, вы приходите на канал про игры отвлечься, но так получается, что война повлияла и на игровые каналы. Ну и вообще, ребята, как вы можете отвлечься от войны? Оно всё влияет на нашу жизнь. Вы должны уже давно это принять были. Если вы пытаетесь отрицать происходящее, то у вас есть определённые проблемы, и вам с этими проблемами надо бы разобраться, и чем быстрее, тем лучше. Вы видите мою рожу в верхнем левом углу экрана, она будет всю эту партию, чтобы вы на меня... Хотя, может, тогда буду выключать, но я буду параллельно рассказывать по поводу того, как идёт сбор средств. Опять же, будущее канала каково. Но для начала давайте посмотрим, что у нас тут происходит. У нас тут проблема... Хм, проблема в Толедо. Что, мне кажется, хана моему дуболому. А чем мне, собственно, город тогда брать? Ну, я убью, там, предположим, этого дуболома, колесницу убью, да? Там, может быть, этих дуболомов убью, но этому дуболому точно хана. И причём я... Хотя я вот сюда могу отойти, наверное, да? Я могу эту колесницу сюда перебросить. Так, а с Йоханнесборгом я не воюю, да? Как видите, у нас тут проблемы, на самом деле, потому что меня испанец подселил. У меня всего два города, мы вошли в эпоху античности, а всего два города. Кстати, давайте, что мы выберем? Ну, точно мы тут без религии, получается, будем. Это уже практически точно. Давайте глянем. Тут уже пророки, наверное, все наняты. Где... Да, ещё две религии, но я точно не смогу их набить. Блин. Даже заберу талет, тут, предположим, есть священное место и святилище, но я не набью на... На религию, так. Подожди, а какой у меня пантеон? Культура от плантаций. Да, кстати, интересно... Интересное усложнение. То есть, всё легко-далегко было на божестве играть. А вот когда ты играешь на божестве, ты должен ещё что-то другое рассказывать. Параллельно. Это намного сложнее становится. И вот, мне кажется, я очень хреново первую серию сыграл. Поэтому у меня сейчас проблемы есть. В этом определённая интересность. Ладно, так что мы... Какую мы возьмём? Озарение, вдохновение, районы. Что-то у меня... Что-то у меня... Ну, исход евангелистов точно нет. И что-то у меня сомнение, что я прям районы сейчас буду офигительно много строить. А, вот я тут коляску тяжёлую строю, тяжёлую колесницу, чтобы город забрать, если чё. Так. Ну, во-первых, этими точно вот этого дуболома мы попробуем убить. Так, и у нас ещё проблемный сосед Александр Македонский. Я напоминаю, что у нас ещё такое условие, что я всем встречным цивилизациям должен объявлять осуждение, чтобы они... Дайте, я, наверное, так пониже немножко. Так сделаю. Чтобы они... У них больше желания было объявить мне войну. Потому что, когда вы сами объявляете войну, они не так... Они не так круто... Воюют. Против вас. Так. Что у меня с лояльностью? Минус 1,8. Да, и реальные проблемы. Ведь я не смог много городов поставить. Ну, мне очевидно, надо куда-то сюда будет город сейчас поставить всё-таки. Мне надо в Рокедете построить поселенца. Но надо решать. Надо решать. Давайте, наверное, сюда отойду, убью этого. Этим я по городу попадаю, попадаю. Давайте, наверное, так. Этим отходим пока сюда. Да. Ай, возьму вольнодумство, короче. За каждое построенное здание. Блин, наука. С ячейкой для шедевра. Ладно, вольнодумство, наверное, всё-таки. Да, блин, и не добил этого. Ладно, нету смысла, мне кажется, Толеда пока обстреливать, пока я не могу его в осаду взять. Поэтому пока так. Здесь у нас вроде всё обработано. Ансаншаном я не в войне. Вообще, столько с Махенджи Даро. Махенджи Даро где-то далеко. Я посмотрю, куда мне этого рабочего выводить. А где у меня больше производства? В Мемфисе или в Рокедете? В Рокедете. Ну, мне надо куда-то сюда посила поставить, чтобы он влиял на Мемфис. Тут вот места есть, но они плохие. С этими варварами я позже буду разбираться. Очень всё плохо, на самом деле. Очень всё плохо. Но, возвращаясь к деньгам. Так как YouTube отменил спонсорские подписки и рекламу для жителей России. А у меня это где-то в районе 62% всех зрителей. Ну и плюс, я думаю, то же самое, но пока это не произошло. Но я думаю, что то же самое будет и для Беларуси. Но пока, кстати, для Беларуси не происходит. Там ещё где-то процентов 5. То есть, у меня примерно на 67% должно, по идее, снизиться доход от моего канала. И вот в первой серии этого ФФА-сериала я обратился к зрителям с просьбой перейти на уровень выше спонсорства. Блин, давайте я, наверное... Подождите, я сейчас подумал. Даньте кавалерийских юнитов, а также юнитов ближнего и дальнего боя античности. Плюс 2 к производству. Кстати, я не выбрал социальный суток. А что я тут открыл? Давайте, наверное, поселенцев поставлю всё-таки. И юниты я тоже пока оставлю. Две единицы лояльности, конечно, неплохо. Но сейчас мне это никак вообще не поможет. Морских юнитов тоже никак мне это не поможет. Раз так, я, наверное, сюда пойду и попробую вырубить... Блин, ну тут мало производства. Я думал вырубить лес. Пойдёмте-ка лучше сюда пойду починю. Потому что один заряд остался у рабочего. Так вот, перейти на уровень выше спонсорства. Об этом чуть позже. Или просто прислать мне через PayPal, биткоины, какие-то дополнительные средства. Так вот, начнём с PayPal. Народ тут наприсылал с сообщениями. Сейчас буду зачитывать и благодарить. Так, тут юнит уничтожен. Город утрачивает лояльность. Куда мы дальше пойдём? Ну, мистицизм нафиг нужен. Послов куда-либо отправить раннюю империю. Ну, наверное, в политическую философию надо хоть... Нет, подождите. Военная традиция. Бонус за атаку фланга и поддержку всем боевым. Давайте, наверное, военную традицию. Бонус за поддержку. То есть, это вот когда рядом юниты находятся. Это важная штука. Сделаем это. Итак. Андрей Недождей или Недождей? Поправьте меня, если я не прав. Написал, больше видео, хороших и разных, возобновил спонсорство и небольшой дополнительный взнос. Я решил не говорить, сколько присылают. Я не знаю. Мне кажется, это надо с их разрешения говорить. Так, сейчас посмотрим, где у нас железо. Но, Андрей, большое спасибо. Видите, он и спонсорство сделал, и PayPal прислал. Почему я прошу через PayPal? Потому что все остальные, там, какие-то донаты и прочее, они процент берут. То же самое, например, через донаты в том же YouTube и прочем. А PayPal вот прямо напрямую, чтобы как-то компенсировать это снижение на 60%. Так, ну что, глянем. Железо. Ма. Ма железо. Я в надежде, что увеличится хоть как-то производство. Так, как мы тут будем поступать? Ну, наверное, продолжаем уничтожать дуболомов. Испанских. Да, вы прикалываетесь, ну. Столько попаданий, и он выжил. Ну, тут просто он стоит, ну, вообще, я понимаю, он стоит в лесу и холмах. Вот вы можете увидеть, что здесь у него плюс 6 за идеальное место, если навести. А этот в болоте, наоборот, минус 2. Потому что болото минус. Так это еще в пятой циве было. Долбанем по болоту. Тут постоим на месте, чуть-чуть вылечимся. Тут перелазим речку. Блин, у меня такое ощущение, что я не смогу Толеда взять. Чтоб, конечно, трындец будет. Ну, в Мемфисе, пожалуй, продолжу. Так, у меня плюс 2 пока по деньгам. Продолжу тогда колесницу. Поселенцы я все-таки буду в столице строить. Будет 4 хода делаться. И дальше, пожалуй, верховую езду всадников откроем. Тоже неплохо. Дальше. Илья Алабин прислал. Леша, продолжай. По скриптум обнови вкладку About. То есть о канале. Там все еще Яндекс.Деньги и так далее. Да, я уже обновил. Кстати, что-то Корея меня осуждает. Хотя до этого я ее осудил. Обновил. Илья, большое спасибо. Линь, там кавалерия. Ну, пока, наверное, не буду эту ставить. Пока нам надо на колесницу Марьяну. Это та вот эта карточка, которая стоит. Блин, у меня губернатор висит до сих пор невзятый. Блин, давайте, наверное, блин, Магнуса. А, все, я уже его взял. Ну, наверное, Магнуса. Блин, ну тут вырубать-то немного. Чего есть. Так, а на что у нас колесницы прокачиваются? Ага, как и лучники обычные. Так. Если я останусь... Блин, ну мне надо как-то этого убить. Ладно, наверное, надо все-таки пострелять. Я боюсь, что он мне убьет иначе. Интересно, а если я подойду сюда, я смогу стрелять? Наверное, нет. Колесницы, когда начинают ход на открытой местности, у них 4 очка перемещения. Так как я на холме тут стою, то у меня не будет дополнительного. Что, этого сюда остановим пока? Этого сюда. Колес... Блин, нет. Надо было лучникам сюда остановиться, а колесницей сюда прыгать. Черт. Ладно, давайте пока так сделаем. Пропускаем ходы. Идем сюда ремонтировать. Стоим в защите. Черт, черт, черт. Не, надо убивать этого дуболома. Меня пока спасает, что он в Толедо никакие стены не строит. А что там, интересно, Ереван? Какое задание интересно было? Непонятненько. А где вообще Ереван? Ага. Да. Ну, дальше пошли в политическую философию. Теперь вот у нас зато есть... Поддержка. Правда, сейчас пока она не работала. Следующим ходом посмотрим. Так, ничего не меняю здесь. Юниты кавалерии пока не строим. Потому что надо пока открыть вообще всадников. Как раз 4 хода всадники и 4 хода трудов... Нет, трудовая повинность 6. Что-нибудь за 4 хода мистицизм 2. Ну, можно через 2 хода переключиться на мистицизм. Чтобы карточку... Как раз 4 хода лучники Марьяну построятся. Да, давайте так. Дальше. Константин Романюк. Ну, это уже давнешний спонсор. Очень приятную сумму прислал. Спасибо большое, Константин. И пишет... Привет, Леша. Конечно, будем помогать тебе. Твоя позиция и то, что ты осознанно принял ее, понимая, что уменьшится твой доход, заслуживает уважения. Спасибо большое, Константин. Ну, на самом деле, независимо от позиции доход бы уменьшился. Просто подписались бы... Ну, я думаю, что процентов 20 примерно со мной не согласны и отписываются от канала. Но 60%, 20% я имею в виду русскоязычных, то есть это еще, получается, 20% от 60%, то это в итоге бы отписалось 15... 12%! 12% от всех зрителей канала. И это было бы вообще пофигу, честно говоря. Но в данном случае именно действия Ютьюба, которые, я считаю, тоже абсолютно правильные, чтобы не платить налоги в российскую казну. Кстати, а вот почему здесь нету минуса? Это же болото вроде. Нет, это просто лук и реки. Конечно, с одной стороны мы тут перемалываем войска. Тут с прокачкой, поэтому я убиваю за один этот. Ну, давайте. Да вы прикалываетесь. Ладно, придется так делать. Тут я все-таки возьму уровень. Так, и здесь надо убивать. У него все... Не становится меньше силы. Так, сюда прыгну. Наверное, сюда встану, вот с этими разбираться, если что, помогать. Правильно, Ютьюб все это отключил, потому что со всего дохода, полученного в России, надо платить налоги в российскую казну, на которой и финансируется эта война. Так что я поддерживаю Ютьюб в его решении. Ну, господи, всем в чем-то надо немножко затянуть пояса. Почему нет? В любом случае, мне намного лучше, чем бедным украинцам. Да, кстати, вы, конечно, мне присылаете, но в первую очередь я прошу, чтобы вы посылали в помощь Украине. Не знаю, в какой вы стране находитесь, где-то, какие у вас есть, какие у вас есть эти организации. В Америке тут их несколько, например. Так что в первую очередь пошлите украинцам что-то. Я собираю деньги для того, чтобы просто продолжать в том же объеме делать видео. Ну, хотя бы приблизительно в том же объеме. Я понимаю, что я потеряю какое-то количество доходов, но я с этим готов смириться. Просто 60-70% это все-таки слишком занадто, поэтому я к вам и обращаюсь. Я бы просто не смог себя заставить делать столько же видео. Но благодаря тому, что вот вы присылаете, продолжать хочется. Следующий. Александр Романенко. Тоже много прислал. Большое спасибо. Я отменил спонсорку на Ютьюбе, но все равно не отпишусь от канала. Надеюсь, ты поменяешь отношение к СССР. Открытие границы можно достичь без унижения народов. Я как украинец категорически против всего, что было в СССР. Ты на одном из стримов говорил, что большие объединения преимущества. Также надеюсь, белорусы не пойдут убивать нас. Очень надеюсь, что ты сможешь продолжать радовать своих подписчиков. Удачи тебе. Спасибо, Александр Романенко. Да, я считаю, что большие объединения — это преимущество. Собственно, это ЕС показывает, ну, вот там азиатское какое-то содружество появляется. И СССР был таким же примером. Я против коммунистической идеологии, которые... Вот совка, совка, которая олицетворял СССР, но не объединение народов. Но сейчас я уже не представляю, например, как можно с Россией объединяться чем-то, к сожалению. Потому что все, что сейчас Россия сделала, это разъединило и убрало всякую возможность нашим народам быть вместе. Ну, посмотрим. Знаете, загадывать тяжело. Я помню, что я был 1 декабря 2013 года на Майдане, когда вот самый первый Майдан собрался. Случайно там оказался, потому что мы приезжали, я уже, наверное, миллион раз эту историю рассказывал, мы приезжали на Бориса Годунова в Киевскую оперу. И тогда я разговаривал с людьми и тоже говорил, моя мысль, что украинцы, белорусы и русские должны быть вместе, там все соглашались, не было каких-то людей, кто бы был против подобного, сейчас, конечно, это уже невозможно. К большому моему сожалению, спасибо России за это. Но Александр Романенко за денежку тоже огромное спасибо. Так, что ж мне тут обрабатывать? Мне кажется, еще пансион я немножко дебильноватый взял. А с другой стороны, а что мне тут надо было брать? Вообще не вижу других каких-то вариантов. Давайте я, наверное, пойду туда рабочим чисто засвечивать. Мне нечем сейчас защищать. Посила будет? Я хочу хотя бы посмотреть, чтобы там никого не было. Ой, блин, я случайно походил. Скаутом. Дебил. Сейчас опять он зайдет, мне сломает. Молодец. Зайдет, сейчас сломает. Не знаю, почему? Почему варвары ко мне лезут, а не в Дион? Ну ты лезешь ко мне вообще. Так, я сюда встал, чтобы вот... Следующим ходом мы, по идее, должны Толедово сада взять. Ну посмотрим, как пойдет. Так. Шесть монет на десять ходов за лошадь. И право прохода. Ну вообще, мне пока лошади не на что тратить. Я хотя бы одного всадника только через два хода смогу сделать. Давай... Давай так. Я тебе даже право прохода, мне не нужно право прохода к нему. Семь вход. Вот давайте, нормально. Нормально. Соглашусь. Так. Максим Голодюк прислал даже несколько... Несколько... Донатиков через Пейпал. Доброй ночи, Украина-то Алексий. Так, скельки потребно оформите, чтобы буты спонсором через Пейпал. Через Пейпал никак невозможно быть спонсором. Я вообще не могу сделать вас спонсором своими руками. Это только через Ютюб. Я поэтому и говорил, что если вы хотите помочь, блин, тут сильно отваливается, то делайтесь спонсором через Ютюб и дополнительно присылайте еще вот и через Пейпал тоже. Просто если вы чисто через Пейпал присылаете, я не могу вас сделать спонсором. А почему прошу еще через Пейпал присылать? Потому что Ютюб-то со спонсорки себе там больше 40% забирает из того, что вы платите. А потом я еще партнерской сети оплачиваю, и потом еще перевод к себе. То есть, знаете, на создателях контента зарабатывают все, кроме самих создателей контента. Такое. Ну ладно, слушайте, если я уже побежал сюда скаутом, давайте гляну. Видите, там есть какой-то... Я бы вот сюда и ставил, честно говоря. Давайте попробуем. Так. Сделал посила. Мемфис еще сильнее. Ну, слушайте, сейчас будет 4 жителя следующим ходом. Он перестанет так сильно отваливаться. Так. Как мне тут лучше поступить? Ну, во-первых, сюда так делаем и так, чтобы отсюда можно было Толеда обстрелять. Кроме того, я вообще могу так встать. Отлично. Если я становлюсь сюда, то по идее должен взять город в осаду. Смотрим. Нихрена. А почему? А, у стреляющих же юнитов нету зоны контроля. Я забыл. Для меня это все колесница такая, а у них нету зоны контроля. То есть я вообще Толеда не могу в осаду взять. Ладно, надо обстреливать тогда просто. Надо сюда выходить. Даже если убьют мне дуболома, в чем я сомневаюсь, Толеда по идее следующим ходом берется. У меня есть еще коляска. Да, вообще ситуация очень сложная у меня здесь. Меня спасает только то, что испанец до сих пор клепает дуболомов почему-то. Так, ну и мне надо еще делать поселенцы и где-то вот тут город ставить. К сожалению. К сожалению, к тому, что хотелось бы делать юниты. Не, ну ладно, уже трудовую дисциплину надо. Слушайте, я, кстати, подождите, а я же когда заберу Толеда, я и ускорю со счет священного. Давайте вместе целью, я должен пойти... Блин, тут чуть-чуть не хватит ее, правда, открыть. Давайте все равно так делать. Чуть-чуть не хватает, но посмотрим. Так, значит, Максим Голодюк несколько прислал. Про PayPal я сказал, но остальные он без сообщения присылал. Дальше Аквантичность вышли, всадников можно строить. Давайте заберем Толеда и дальше посмотрим. Так, хватит мне забрать. Хватит. Есть. Трудовую повинность ускорили. Зашибись. Значит, нам давайте один ход трудовую повинность. Я поменяю карточку, здесь на один ход отложу строительство. Давайте я, наверное, все-таки защищу апельсинки. в защиту вот так встану, чтобы я мог посила. Так, тут подождем рабочим. Дальше подходим. Отходим. Пускай он атакует Толеда. Он не должен его брать. Так, тут тоже отойду. И, наверное, вот этого на святилище. Блин, чуть-чуть не хватит его походу убить, к сожалению. Жаль, он разграбит святилище. Так, Толеда, конечно же, сохраняем. Чиним монумент. Сейчас Мемфис должен перестать отваливаться. Отлично. А вот Толеда минус 16. Но это из-за того, что Мадрид здесь. Мадрид такой офигительный. Так. Слушайте, так и не разграбили мне. Ну, я бы здесь стоял лучником. Во-первых, хорошо контролируется отсюда подход от этого лагеря. Во-вторых, мне надо будет посила ввести сюда куда-то. Кстати, у нас вообще тут есть куда поставить-то? Видите, на реке нету. придется вот на эту серую часть куда-то ставить. Я думаю, даже вот прямо сюда. Ну, надо, иначе у нас по лояльности большие проблемы. К сожалению, это надо делать именно так. Значит, всадников открыли. Давайте пока... Слушайте, а у меня без астрологии интересно работает этот район. Ну, типа, плюс 4 должно идти, несмотря на то, что астрология даже не открыта. Давайте, наверное, каменную кладку. Я попробую вывести рабочего и здесь обработать камень и, соответственно, ускорить, потому что нам стены нужны. Так, здесь на один ход мы откладываем, значит, shift-enter. Кудовую повинность ускорили. Следующим ходом откроем. Висячие сады кто-то построил. Итак, Олег Сиренко прислал денежку и написал Леша, спасибо за твою позицию, конструктивную и последовательную. Я украинец, сейчас в Польше выехал по случайности за пару дней до начала войны. большинство своих денег и времени я трачу, конечно же, на помощь своей стране, но не мог пройти мимо твоей просьбы о поддержке. Твои видео одно из немногих развлечений, которые я могу себе морально позволить, чтобы хоть немного отвлечься от ада, который происходит в моем родном Чернигове. Очень рад, что один из моих любимых блогеров не побоялся и не поленился четко продемонстрировать свою позицию, несмотря на финансовые риски. Я вообще не понимаю, честно говоря, что-либо про финансовые риски в данном случае, я не понимаю, как можно молчать в такой ситуации. Тут нету серого, тут нефи, как это, все неоднозначно, тут все однозначно, ребята, все однозначно. И молчать в такой ситуации, это просто, ну, в моем представлении, быть говном. Я говном быть не хочу, я в других моментах может быть говно, но вот это, вот, вот то, что происходит в Украине, это, по-моему, очень хорошо показывает, кто есть кто среди людей у нас. И я не знаю, как бы я смог себя уважать, если бы в данной ситуации промолчал. Сам себя уважать. Мне это, в первую очередь, для себя надо, не для того, чтобы у меня там какие-то зрители остались или ушли. Это, в первую очередь, для себя. И это еще одна из причин, почему я не понимаю тех, кто говорит, не говорите ничего на игровом канале и прочем. Вот мне легче становится принимать эту ситуацию, когда я это проговариваю с вами. я надеюсь, я надеюсь, что и вы начнете принимать. Так, вперед идем, уничтожаем испанские орды, тут давайте апнем, добьем, апну, пожалуй, что тут. Я бы, наверное, попытался все-таки этого дуболома так и вот так сделать. Я понимаю, что тут потеряли мы, но мне надо подводить юниты, которые сзади находятся и что-то делать. Так, в Толедо бы на производство все переключено. Вообще, в принципе, и так производство. Так, тут каменную кладку ускорим. Дальше, пожалуй, Магнуса на снабжение. Блин, хотя с другой стороны. Но я сейчас сделаю еще одного посела и все. Какое снабжение если еще один посел чисто? Может, лучше Виктора Втоледа взять? Давайте, Виктора Втоледа. Хотя бы не так быстро отваливаться будет. И плюс, что он там дает? Увеличивает боевую мощь городского гарнизона на 5. Городского гарнизона это имеется в виду юниты, которые вот здесь в центре города находятся. Только их увеличивает. да, довольства нам не хватает. Кстати, а что у меня хлопок не обработан? нифига. Блин, надо было хлопок идти обрабатывать этим рабочим. Тут-то я уже разобрался. Так, в Ассуане. Не, в Мемфисе. Так, вообще, меняем карточку на всадника. На всадников. Вот здесь на юнитов кавалерии. Ну и поселенцы еще надо. Поселенцы еще надо, чтобы три хода. И в Мемфисе начинаем собственно всадников делать. Здесь монумент. И тут на производство. Еда производства. Ну просто тут еда производства одинаково абсолютно. на производство. Давайте на производство пускай всадник быстрее сделают. четыре только недавно выросло. Так, Дмитро Мандебур. Это я все напоминаю, что я все зачитываю присланные денежки через PayPal или Мандебура. Поправляйте меня с именами и фамилиями. Тут аж трехзначная сумма. Очень приятно, Дмитро. И простое сообщение привет с Нью-Джерси. Привет Нью-Джерси. Привет Нью-Джерси из Калифорнии. Большое спасибо за поддержку. Так, ну тут апнемся. Давайте против укрепленных. Что дальнобойных? Я вообще у испанца не вижу никаких дальнобойных юнитов. Так, тут бы я наверное добил вот этого парня. А потом уже с этим разбирался. Так, теперь ну собственно этого он может только этим атаковать. Поэтому надо этого добивать теми юнитами, которые на холмах стоят. Тут подходим сюда, этого стреляем, этого, это он у ГГшки взял какой-то, наверное у Махен-Джи. господи, 455, да ты достал юниты строить. Так, поменяем местами видимо. Или выставить даже, давайте наверное вперед выставлю. Пускай он этого дуболома атакует, если ему так хочется. Отлично, каменную кладку делаем, ускоряем каменную кладку. Толедо минус 11. Блин, два хода и он отвалится, да? Что делать? Ну, Мемфис хотя бы уже не отваливается. Кстати, а что это за религия у нас конфуцианство распространяется? Испанское. Все чудеса света 4 веры дают. А сколько у испанцев вообще городов? 4 осталось. Ну, по идее должны, конечно, с одной стороны испанца завалить, а с другой так, сейчас должно быть немножко меньше, потому что у нас не был обработан хол... Блин, был обработан. Так что ты будешь делать? Думал, сейчас появится немножко... Было бы, конечно, классно вино обработать этим рабочим, то есть, чтобы счастье появилось, но и камень нам нужно было обработать. Блин, а уже не построятся, к сожалению, монументы из-за низкой лояльности. Эх, фак. Так, Денис Пожарский немаленькую сумму прислал, пишет Алексей, привет из Чикаго на поддержку канала. Короче, Америка меня во всю поддерживает, спасибо вам большое за ваши денюжки. Так, древние стены открыл, пирамиды вряд ли будут таран. Но я не вижу, чтобы испанец строил стены, поэтому нам таран, в общем-то, и не нужен пока. Так, тут, наверное, как мы поступим? Ну, во-первых, этих давайте обстреливать. Так. Итак, минус дубовом, да? Теперь здесь. как вот он мимо меня идет не убиваем, да? Значит, надо так сделать с Аншаном. Блин, Аншан со мной воевать стал. Почему у него Юнь почему-то здесь? А, давайте, наверное, вот... Блин, как мне лучше встать? Он же туда влезет опять. Так, добью. Давайте, наверное, просто убью этим, сюда встану, а этого переведу сюда. Вот так лучше. Этот стоит, этот стоит и лечится. Блин, может вести уже луч... А, блин, я же должен посила держать. Ну, и у нас сейчас отвалится Толедо, да? Блин, а я вот не помню, будут меня атаковать его юниты сразу? Или они просто появятся? Вот в чем вопрос. В чем они появятся вот здесь и вот здесь? То есть убьют ли мне эту колесницу? Меня интересует очень сильно. Так, а что нам дальше открывать? Давайте, наверное, инженерное... Давайте, наверное, инженерное дело. В колеснице... Не в колеснице, в катапульты пойдем. Вообще, какая-то прическа. Так, Александр Савиных прислал денежку и написал держи монету на кофе. Лики дякуй. Кто-то вознесся к небесам, а вы лезете в грязь. Что-то бычет походу. Так, ну смотрим, куда... Да? И не нападают. Отлично. Толедо надо забрать. Слушайте, испанец еще и Ланшана выкупил юниты. Но это странное решение, по-моему. Ну да ладно. Сейчас может попробовать... Не, ну тут слишком узкий проход для попытки взять этот город. Ну, в принципе, я могу... Во-первых, тут у нас ферма. Полечиться на ферме коня, да, и дальше поскакать, что там вообще есть. Так, пробуем Толедо забрать обратно. Так, мне надо, наверное, все-таки сначала убивать этих дуболомов, которые тут стоят, параллельно прокачивая колесницы. А потом уже само Толедо трогать. Колесницей просто стоим, я думаю. Так, скаут. Ну, некуда мне им бежать. Я бы просто стоял. Наверное, в Ассуане. Так, поселенцы... Ну, мне больше нет смысла поселенцев строить, честно говоря. Давайте здесь... Так, торговец 3, всадник 3. В Мемфисе всадник 4, торговец 4. Давайте, наверное, всадника все-таки в Мемфисе, а в Ракедете торговца. Надо торговца, чтобы ускорить деньги и в коммерческий район выйти. Блин, а че так? Так, раз удален, пока давайте посадим в Мемфис. Че так тяжело-то все. Блин. Так, Александр Савиных, я уже сказал, Максим Сонкин. Так, испанец хочет мир? Нет, у нас, к сожалению, испанец, мы должны тебя полностью забирать. Максим Сонкин, из благодарности за годы твоей работы и ясную позицию по войне. Спасибо, Максим. Большое спасибо за поддержку. Так, блин, тут уже минус 3. Но это минус 3 от македонского, я думаю, когда у нас столеда будет стоять, никакого минус 3 не будет. Слушайте, давайте пока не будем грабить, потому что 50 здоровья. Может реально на лакорунью полезть? Смотрите, я вот сюда встану, отсюда буду атаковать, полечусь. Слушайте, а давайте на лакорунью реально влезем. Отсюда сейчас встану, сюда лучником буду стрелять. Мне кажется, не берется двумя юнитами, но посмотрим. Честно, вот не знаю, не понимаю. пока. Блин, не знаю. Так, давайте лану Толедо пообстреливаем. Копейщики против лучников Варьяну хреново, а вот против тяжелой колесницы нормально пойдет. Да, видите, тяжелую колесницу сейчас отводить надо будет. Да, слушайте, колоколруни я хорошо прошел. Вот тут, конечно, зря испанец не держал нифига. Так, и Дмитрий Диккер прислал довольно большую сумму через PayPal, но, к сожалению, без сообщения. Дмитрий Диккер, спасибо большое, я получил. Все, пишите что-нибудь, мне приятно всегда читать, что вы пишете. Так, наконец-то я могу взять олигархию. 20% опыта юнитам. Кавалерию я строю. Против против варваров нафиг надо, я бы содержание юнитов поставил. Дальше поселенцев нам тоже не надо. Наверное, просто производство пока. Стратега блин, но это слишком мало, это долго будет набиваться. Деньги есть? Может, давайте тогда вот антикавалерийских и ближнего дальнего боя еще. То есть, это всадников будет строить, а это лучников Марьяну. Например. Ох, тяжело вообще, ребят, конечно, тут все. так, ну мне Толедо надо как-то взять все-таки. Слушайте, я вот не уверен. Так, очень хочется дуболомом взять, но дело в том, что дуболом умрет, потому что мощь Толедо 23 против 18, город не возьмется, ведь и полностью, ну то есть, вероятность, что он умрет очень высока, так что придется, к сожалению, убрать коляской. Почему коляску? Потому что коляска сильнее, хотелось ее тут оставить, например, полный из этих ребят попытаться добить. Блин, нафига она двинулась? Блин, это я случайно, конечно, ошибочка моя. Вот тут интересный вопрос, не убьют ли мне коляску, кстати, вот этими двумя атаками. Так, тут стоим, лечимся, Толедо сохраняем, монумент строим, лучником идем сюда. будь здорова. Так, ну что? Атакуем, что я смогу вылечиться, смотрите, раз ферма я вылечусь, про атакую, два ферма, ну, рабочего, у рабочего эти два заряда, но не хочется его забирать, когда можно город. Блин, правда, ой, тут копейщик, вот это жопа, кстати, я что-то не посмотрел, я зря, вот копейщик сейчас может коням не убить, вообще-то. Надо ли мне мистицизм? Мне кажется, нет, пошли в оборонительную тактику пока. Значит, этого, 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 так, все норм. Ну, конечно, по развитию мы дико отстаем, просто, дико отстаем. Так, кроме того, я просил перейти на уровень выше, да, слава богу, он не проатаковал копьем, но вон там, смотрю, юниты бегут, да, придется отступать, видимо, ну, это от Аншана он, правда, закупил. Да, не убило мне тут коляску, тоже хорошо. Так, пока живем, пока живем. 24-34, давайте убьем копье так, 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 о, повышение второе, отлично. так, как сильно сейчас Толедо отваливает? Должно сильнее отваливаться, потому что жителей тут стало меньше. Ай, блин, я Виктора туда не посадил. Надо было прошлым ходом сразу Виктора туда сажать. У меня будут постоянно такие проблемы, пока мы Мадрид не заберем. Надо отходить отсюда. Я даже думаю, прям вот тут мы полечимся об этот. Не берется сейчас лакаруния. Если б там не было дуболомов из аншана и вот этого копья, тогда можно было бы попробовать, а так пока нет. лечимся колесницей. Сюда врываемся, тоже лечимся, стоим. Надо куда-то сюда входить, тоже этот город видеть. Вам, конечно, Мадрид основной. Что он строит? Храм Минакши. Мадрид основная проблема, потому что как столица очень большую лояльность выдает вокруг себя. Так, лучники на колесницах или всадника лучше. Давайте всадника, потому что это у меня самый сильный юнит пока. Так, из ракедетов Толеда нам надо дорогу провести, это точно. И деньги ускорили. Так, инженерное дело, наверное, пока отложим, потому что мы стены нифига не построили, а вот деньги надо открыть. 505 сил у Александра. Какая, какой есть шанс сказать, нам надо его осудить. Какой шанс, что он нападет на меня. Не знаю, что мне делать, если Александр на меня нападет. Блин, мне здесь нужно вино как-то обработать. Сколько стоит купить рабочего? 115. О! Возможно, мы следующим ходом попробуем. Давайте, может, не следующим, а что-нибудь продадим Александру там или этой чувихе. У нас есть хлопок. Блин, по-моему, при осуждении они не будут за деньги ничего продавать. или будут, но с каким-то вот, давайте три лошади предположим. У нее вообще лошадей нету. Мне на самом деле надо буквально вот сорокет. Нет, однократно за одну монету. Да, Александр, вот они очень, они, по-моему, если осуждение идет, красненькая рожица, то они за деньги одномоментно не продают. Ну ладно, за деньги вход можно, тогда следующим ходом. по-моему, тут можно как-то договориться. Не, четыре вход это уже мало, честно говоря. Ладно, а лошадь? Черт. Ну у меня просто чуть-чуть не хватает, 114 с половиной будет, а мне 115 надо на рабочего. А мне надо именно след... А, блин, у меня Толеда уже отвалится следующим ходом. Черт. Все как-то не здорово. Все как-то нерадостно. Не, испанец, какой мир? Этого должен осуждать. Тоже первые 10 цивилизаций встреченных мной, я должен осудить. Такой вот челлендж. Толеда опять отвалится. Очень хорошо, просто везу-ка какая-то, что у испанца нету ни лучников нормальных нормальных, ни так, я вот думаю, тут мне тут остаться или отступать Толеда обстреливать. Ни каких-то более сильных юнитов. А, Толеда сломана. Так, Йоханнесбург же... О, Йоханнесбург хочет торговать. Слушайте, а давайте проложим, почему нет? Блин, мне надо было в первую очередь туда прокладывать. Ну а, на Толеда отобьем, рабочего купим, обработаем вино. Кажется, надо Толеда обстреливать, чтобы я мог к следующим ходам его реально забрать. Так что, вот так отойду. Так, Виктора пока в Иуну, чтобы оно не отваливалось. Вот теперь колесницы. Уже на всадников лошадей нету. Ой-ой-ой. Мечники и лучники. Блин, мне реально варвары больше проблем создают, чем испанец. Прикол, конечно. Да, тут жилья вообще нету. У меня оливки надо еще тоже обработать. Вообще, надо здесь будет купить рабочего. Или в Иуну купить рабочего, обработать оливки, а потом идти виноград обрабатывать. Да, как-то так, наверное. Так вот, я еще попросил у кого есть возможность перейти на более высокий уровень спонсорства, ну и кто не был спонсором, стать спонсором, потому что, например, в Украине спонсорство включили, там, за рубежом у людей. Вот, в первую очередь, хочу поблагодарить тех, кто перешел на более высокий уровень спонсорства, то есть, кто в месяц больше будет платить денег. Максим Галота или Галота, просто человек с ником Макс, просто Макс, Клауд Варф ГМБХ, Кузнецов Максим и Андрей Велент или Велент. Так, блин, мне надо бежать помочь здесь, мне кажется. Или Асуан выстоит все-таки. Так, вот тут город заберется колесницей, что мы и делаем. Не буду отвлекаться на этого дуболома, нету времени. Но Толедо сейчас одним жителем стал. Так, Виктора перебрасываем в Толедо, чтобы он не так быстро отваливался. Блин, я бы тут вот этим копейщиком лучше занялся. Так, в Толедо монумент пытаемся достроить ВУну, я куплю строителя. Вот, не знаю, то, что раненый я могу ваншотнуть, блин, но я боюсь, что тут тогда ваншотнут и колясочку мою. Давайте, наверное, вот так выйду. Так. Так. не ваншот. Не ваншот. сейчас коляску не должны убить. Так, 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 так. Вот, давайте попробуем добить. Эх, чуть-чуть не хватило. Так, скачиваем всадниками вперед, всадники апокалипсиса египетского. Ну, надо, наверное, заняться все-таки. Черт. Слишком больно, если бы там не было мечника, так как там мечник, то будет больно. Так, у меня один посол. Никуда его пока не отправляю. Кстати, я бы Йоханнесбург засюзеренил, в принципе. Рода получает одно, за каждый улучшенный тип ресурса. Нормально. Будет второй. Так, а есть у меня что-нибудь на... Давайте я мистицизм открою вот ради второго посла, и у меня будет в Йоханнесбурге два посла тогда. Также некоторые люди подписали... Ой, мечник идет. Некоторые люди стали новыми спонсорами. А я что, японцы не осудил? Сам меня осудил. Ну, здорово. Новыми спонсорами, но на данный момент, вот, например, у меня количество спонсоров, которое было, я записываю это 31 марта, уменьшилось уже в половину. Ну, собственно, за март. Правда, YouTube это все ввел где-то в начале марта, то есть, пока конкретики все-таки нету, пока мне сложно сказать, я думаю, что должно еще больше уменьшиться, но, в принципе, где-то будет вот в районе 60-70%. сколько я все-таки потерял, тоже пока еще неизвестно, чуть дальше посмотрим, но я еще раз обращаюсь, и в этом я, в общем-то, буду постоянно обращаться, чтобы, если у вас есть возможность перевести, так, сейчас, смотрите, я повоюю, и, да, блин, он вылечился, тварь. Так, надо его как-то добивать, потому что вот этот копеечный, да, блин, очень. Так, какая у нас защита? 25, а у мечника базовая 35 мощь и будет 39, а просто к тому убьет он меня или нет. Так, ну давайте прощу, завалим. А, я понял, почему у испанца такая большая сила была, потому что он выкупает юниты у городов-государств. Так, я сейчас хочу в Юханесбург засоюзить Юханесбург. Есть. Обработаем оливки. Встретили еще Австралию. Так, обязаны его осудить. Ну, мечники против всадников нормально. Точнее, всадники против мечников нормально стоят. Так, давайте апну сначала этого теперь эту отведем. Можно даже проатаковать, попробовать. Просто думаю, надо ли мне отводить вот эту колесницу. Давайте, наверное, все-таки, мне кажется, не должен убить. То есть, у меня тут есть прокачка. не буду брать, я проатакую так и проатакую так. Не должны прачник и мечник убить мне колесницу. Ну, и луну совсем слабенько отварит. А этот вот два хода опять отвалится. Блин, я не знаю, что мне тут делать. Ой, фак, конечно. А это все из-за того, что я вначале плохо сыграл каких-то скаутов, строил, еще какую-то фигню делал. Так, я тут вот сюда хочу почему-то зайти. Ну, просто увидеть город вот этот. Так, а в мечников не есть смысл выходить. Вообще, у нас железо где-нибудь видно, хоть где-нибудь рядышком. Не, вообще даже на карте просто не видно. У испанца оно, кстати, есть. Кстати, прибыль откуда-то такая нормальная. А, ну, плюс 7 от Александра идет. 80 науки у Австралии, 74 у Кореи и 8 у меня. Как это догонять? Хрен знает. Ласуани монумент. До центра коммерции два хода. у нас где-то вот тут должна быть ромашка, потому что районы как раз все на реках будут. Способность Египта плюс 15 процентов к производству районов и чудес света, если находятся рядом с рекой и от паводков. То есть, мы можем не получать урона от паводков, то есть, мы можем спокойно вот на этих клетках ставить, например. Но, с другой стороны, вот тут жалко камень, тут жалко у меня вообще очень такое место еще хреновое для старта. Это еще в прошлой серии говорил. Да, мне тут лучше идти. Наверное, все-таки игры и развлечения. Тут и оборонительная тактика в тему, и военная подготовка в тему. Пожалуй, я не буду все-таки ничего менять. Или нет, кавалерию мне надо будет строить. Довольства не хватает. Тут город вообще... Ладно, так оставлю, а то минус три. Так и так, минус два, да? Ладно, пускай растет тихонечко. я просто не успеваю тут монумент построить никогда. Город успевает отвалиться постоянно. Кстати, а сколько там до конца эпохи? Шесть ходов до конца эпохи. Да, кстати, я еще забыл сказать, что мне и биткоины, не биткоины, а эсериум, ну, то есть крипту, криптовалюту прислали. Одну сотую эсериума, этериума, когда прислали, это было 30 долларов, сейчас это уже 33 доллара, то есть я криптовалютчик. Я так понимаю, что это единственная возможность из России что-то прислать, видимо. Так что тоже имейте в виду. Спасибо этому человеку, но там не написан, там я так понимаю, что пересылание не позволяет даже что-либо написать, что ли, что это кто-то что-то кто-то куда-то прислал. Так, тут давайте мечников убьем. Здесь значит прокачку. Подождите, может тут кого-то нет, никого. Возьмем уровень. Так, конечно, больно. Блин, по-хорошему мне надо на Мадриде сосредотачиваться. Я не знаю, правда, как тут пролезть, потому что забирая вальядолит, он отваливается и в пользу Мадрида, и в пользу корейца. Мне надо Мадрид, потом, наверное, лакарунью, только потом вальядолитом заниматься. Как-то так. Но откуда силы на это взять? Вообще непонятно. Блин, столько раненых юнитов. Это рабочий что ли ваншана сперт. Отлично. Два заряда. А что, обрабатывать будем? Да, проатакую. Не должен он мне коня убить, а я зато повышение возьму. Да и можно, наверное, даже скаутом проатаковать. Какая разница? Так, отлично. Это там неплохо у нас. Так, как мне лучше этого... Хочется, конечно, сюда лучником встать, но если тут какой-то юнит стоит, то хана лучнику будет. Так, ну тут отходить только сюда. Тут просто стоим. Тут тоже просто стоим. надо будет потом поменяться с этим. Ну вот как, мне как-то надо... Тут в принципе Мадрид тут не такое сложное место для его атаки, но он постоянно какие-то юниты, он покупает юниты, сволочь, у ГГшек. сколько у него денег вообще? А мне нету смысла с ним мириться, нету... нету от этого прибыли никак, у меня Толеда будет постоянно отваливаться все равно. Ну это из-за того, что он в золотом веке. А в обычном ладо, я наверное просто тут постою лучником. Страшно мне туда заходить. К нём наверное тоже просто постою. Так, а где у меня нехватка жилья? в Иуну это понятно, в Асуане. Наверное, давайте Асуан тогда на производство переключу. Не знаю, надо ли мне разбираться с этим варварским кланом? Вауф консист не в холедо отвалилось. Ох, ох, ухонюшки. Против дальнобойных или против антикавалерийских? Мародёрство идешь? Наверное, в мародёрство пойдём. потихонечку. Блин. Я могу отсюда просто Толедо атаковать, да? Наверное, как-то вот так сделаю. Хватит ли мне силы атаки всеми вот этими юнитами, чтобы захватить Толедо? атаковано, атаковано. этот стоит ждёт. А, блин. Должно хватить, да? идём рабочим к вину. Ну, зря просто лучником ходил. какой амбар монумент. Обратно сажаем сюда Виктора. Вот это я понимаю, тяжёлая партия, да? Это интересно. О, как-то хорошо тут стоял Дратути. Так, что нам этим рабочим делать? Кстати, а может меня аншан захватить? Там, правда, стены стоят. Но, как вариант, ладно, пошли, наверное, этот... Блин, мне не нравится это скопление юнитов Александр. Походу, сейчас на Иуну будет нападение. Факин щит. Давайте всадника. Здесь лучники на колесницах. И дальше, наверное, пока в инженерное дело. Ну, центры коммерции нету смысла строить. А я взял на как раз на... Нет, вольнодумство за каждое озарение. Так, а мне бы в нормальный век, мне в темный вообще не хочется, потому что у меня... Я всегда хотел в темный, но, блин, с такой лази мне буквально одно очко надо. На чем мне это одно очко заработать? чёрт. Чёрт. О, предприятие по струкому за предприятие должны дать. где у меня ещё хлопок? Вот тут, наверное, надо предприятие, потому что сюда слишком долго идти. Четыре хода за предприятие должны дать очки. очень тяжёлое положение вообще. Александр реально окружает Иину, Иуну. Люди, которые не могут найти время для развивки, они позже или позже найти время для здоровья. Ну, я бы пока ничего не менял всё ещё. Так, давайте глянем, что тут у нас. О, должен убить его, да. Отлично. Руинка нашла, сейчас ещё отсюда денюжки. А, кстати, вот вам, вот вам и очки эпохи, между прочим. Так, встану здесь, чтобы Александр не сильно... А, слушай, так он Йохансбург атакует. Если он Йохансбург атакует, то хрен с ним. У меня же ещё открытые границы для него. Он, наверное, Йохансбург просто атакует через меня. Ладно. Тогда я не сильно... Я ещё раньше времени тут беспокоюсь. так, ну, можно попробовать опять лакарунью. Копейщик отсюда ушёл. Стены так и не построены. Поехали. И сейчас ещё всадник следующим ходом. Два всадника лакаруни уже веселей. Должны колупать. Так, тут есть проблемки. надо отвалить немножко. Катапульты тоже дебильные, конечно. Он построил построил такие храм Минакши. Зачем? Так, держимся пока. Причём следующим ходом должно меньше быть, потому что у нас счастье появится. Так, вот что мне из этих двух важнее? Это позволяет быстрее строить стены? Мародёрство, военные лагеря, наверное, всё-таки оборонительную тактику. Блин, жалко. Тащи, как? Не очень бы хотелось, чтобы Александр мне войну объявлял, а с другой стороны, если объявить, то я быстрее оборонительную тактику открою. Так, слушайте, инженерное дело, наверное, пока нет смысла, я точно без карточки стены не буду строить. Что, давайте, наверное, пока в обработку железа, тем более, что у меня никакого железа вообще нету на карте. Да, Йоханнесбург убивает потихоньку. Да не хочу я. 39 золота в ход, кстати, предлагает. Блин. Только я к лакаруни иду, туда сразу какие-то юниты, вон, мечники прутся. Так, у меня уже сила выше, чем у... Ну, сейчас посмотрим, как. Все равно 19. Блин, Толедо отваливается следующим уходом. Шьерт, побери. Надеюсь, там извержение вулкана накрыло юниты. момент уже не достроится. Так, ну, давайте разрушаем. Астрологию ускорили. Ну, не успею я в золотой век тут никак, но хоть в нормальном остальном. Я думаю, что испанец точно будет в темном, благодаря этому не так сильно все отваливаться будет. Так, тут надо отступать, но всадника мы поставим. Пускай он атакует всадника. И это все раздает. Пускай, мне кажется, тут нормально отвлечься. Так, я, наверное, пока не буду тогда здесь предприятия. Я бы лучше в Рокедете построил. Скачем. Куда скачем? Сюда, наверное, скачем. Сильно Иуну отваливается. Минус пять. Блин, а что Иуну-то отваливается? Там уже Ан, потому что Александр вон город поставил, блин. Нет, раз стоим на месте лошади. Тут, ну, катапульты и дуболомы ничего лошади не сделают. Тоже тут надо вылечиться. Пойду лучником вот так с этой стороны подкрадываться. А сюда встану. Сломаю ферму, разграблю. Так. Сейчас тут Толедо отвалится. Опять вот тут появятся юниты, поэтому рабочего мне надо. Знаете, что, давайте я попробую вот сюда камень вырубить и за счет камня построиться блин, это всего минус один, ну, одна лояльность всего лишь. Всего лишь плюс одна лояльность. Блин, может мне таран строить, ну, блин, таран, видите, он только на рукопашные юниты работает, он, например, на всадников не работает, это мне надо будет и, собственно, рукопашников строить, а без железа нету смысла, короче. копьями захватывать так тяжело, хотя бы тогда надо идти кто там стрельцы, нет, просто копья вот сюда в пикинеры, до этого нету смысла что-либо строить, так, ресницы Марьяну, сейчас отвалится Толедо, ну, должны отбить обратно, повышение доступное, наверное, сначала разграблю, не должен, я еще вот тут про такую, да, там, не должен сильно больно меня бить, Толедо отвалилось, ну, что, убьем, не убьем, тогда я бы, я бы на месте постоял, не атаковал, потом можем умереть, так, здесь атакуем, атакуем, 28 веры, нет, давайте, наверное, повышение возьмем против дальнобойных и осадных, тут конкретно у нас есть осадный юнит, который будет эту лошадь обстреливать 100%, ну, очень хотелось прачника добить, честно вам скажу, ну, что мы сможем, Толедо, поменяем место, блин, блин, зря лучником пошел, кажется, мне тут не хватит силы, Толедо отбить, а может и хватит, а может да, хватит, не понял, да, как, почему я ходил, ну, что, минус колесница, что ли, каким это образом я ходил, вообще не понял, так, что она дает плюс 30% военных винтов, но следующим ходом, следующим ходом, следующей эпохи, блин, как это я ходил тяжелой колеснице, я ею не ходил, что за приколы, но могут убить колеснице, вот этот дуболом, мечника или катапульту атаковать, ну, у катапульты они по юнитам-то не особо больно бьют, сколько, 35, так, 35 это как, на самом деле, как два мечника, блин, может все-таки отойти, очень не хочется прокачанную катапульту терять, ладно, я катапульту в колесницу попробую, так, ну, наверное, уже пора районы начинать, хотя, блин, денег у меня вроде достаточно, да, блин, волосня какая-то, так, пока Виктора в Иуну отправим, ну, это, конечно, подстава вот тут сейчас произошла, с колесницей как-то я мог ею походить, непонятно, так, нет, не убивают мне там ничего, отлично, и, наверное, на этом я серию закончу, еще раз обращаюсь к моим зрителям, прошу поддержать финансово канал, потому что сейчас процентов на 60-70 мой доход упадет, и, соответственно, мне, причем, придется чем-то другим заниматься, а не созданием видео, поцелу, ну, конечно, я буду, я же не говорю, что я закрываю канал, естественно, я буду продолжать делать, просто это будет в меньшем объеме, иначе, пока смотрю, пока сложно сказать, насколько падает, я просто уже сейчас вижу, что как минимум половина спонсоров минус, но непонятно по сравнению с тем, сколько отписались, кто перешли на более высокий уровень, как это соотнесется, и плюс еще непонятно, как это с рекламой соотносится, и к тому, что сколько я получу в итоге за показ рекламы, как оно будет показываться в России, да, кстати, если вы в России, то можно мои видео через VPN смотреть, чтобы реклама все равно показывалась, как вариант, но это не поможет для оформления спонсорства, потому что не зря то, что YouTube подключил возможность спонсорства в России, у вас просто не будут карточки работать, даже платеж не будет проходить, если вы даже через VPN в какую-то страну увидите спонсорство и попробуете его оплатить, все равно через карточки оно проходить не будет. Для россиян имеет смысл, если кто-то хочет поддержать мой канал, попробовать через криптовалюту. Для всех остальных, особенно для зрителей из дальнего зарубежья, в общем-то, вот, например, мне много как раз из Америки тоже присылали, то, я думаю, для них не составит труда помочь денежкой, так, чтобы я продолжал в том же объеме выпускать видео, ну и еще скажу, что у меня есть мой личный канал, на котором я выпускаю политические видео, потому что невозможно, по-моему, сейчас не затрагивать тему войны, хотя, с другой стороны, я не понимаю, почему это считается политикой, это просто наша жизнь, а для кого-то и смерть, к сожалению, среди моих зрителей, ну, в общем-то, вот так, спасибо, что поддерживаете, продолжение этого прохождения постараюсь снять как можно быстрее, а не через неделю после предыдущего видео, еще раз, в описании канала и в прикрепленном комментарии будут ссылки и возможности, как меня поддержать денежкой, плюс там же ссылка на первую серию и на рейтинг цивилизации про Египет, на этом все, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео, пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране, играйте в умные игры и всем пока.